Девушки отдыхают Вон Абамка-то, чё удумал к концу президентского срока? Абрамсы от сердца оторвал и отправил в Украину. Переброска танков Абрамс на Украину. Киев готовится к войне. Естественно, как и прошлое все 843 раза, Абрамсы в Украине – это Абрамсы не в Украине. На этот раз, судя по маркировке, танчики едут по просторам Румынии. Но кого такие мелочи интересуют? И хотя новостей об обучениях с участием американских военных в этой стране просто под бубен... В Румынию прибыли военные четырех стран НАТО. Под командованием инструкторов из США румыны сегодня приступают к тренировкам. Вы верьте, на самом деле эшелон с румынским локомотивом прям под пески идет. Там, правда, железнодорожных путей нет. Но Обама сказал – доставить. Значит, доставят. Но не будут же врать эти чудесные новоросы. Переброска танков Абрамс на Украину. Киев готовится к войне. С другой стороны, уровень халтуры поражает. Ну вот честно, на кого это рассчитано? Могли бы уже госдеповским фотошопом воспользоваться и что-то вот такое вот залепить. Тем более, что мы-то точно знаем. Умеют же чертяки. Точно умеют. Вот даже на этой неделе российские телеканалы показали всем такой духастмищ, что вся Европа аж вспотела. Солист группы «Рамштайн» Тиль Линдеман поддерживает президента Путина. Эту новость растиражировали российские издания. Вот как Путина животворящего во всем мире любят. Закуси, да выкуси, Обамка. «Рамштайн» – это, конечно, не так круто, как Кобзон и Кадышева, но тоже не че-то. В Германии даже Ангела Меркель не может похвастаться такой популярностью, как Путин, заявил Линдеман. «Мне он нравится, он жесткий лидер, а не марионетка, в отличие от многих». А пока всей России ждали авторитетного мнения Лозы по Рамштайну, новость о духовной футболочке дошла и, собственно, до самого солиста группы. И ответ не заставил себя долго ждать. Франкмен группы объяснил, что это фотомонтаж, а сам он стал жертвой путинской пропаганды. Нет, мы, конечно, не будем утверждать, что вот это не Путин, но то, что этот вариантик в погоне за сенсацией красивенько обработали в фотошопе – это факт. Ну а в целом схема получается перспективнее некуда. Пять минут работы и можно по всем каналам разгонять. Ждите завтра Захарову на футболке у Леди Гаги и татуху с Шойгу на бедре у Саши Грей. А вот этот Путин на голове у российского школьника, к сожалению, вовсе не фотошоп. Небось, учительница-патриотка нацепила, не иначе. Вон, идите. Буду кратко. На. Чужого не надо. Мы собираем свое. Это простой пример того, что делает с людьми телевизор. Если кратко, то лучшей темы для детского спектакля, чем Курильские острова, в этом мире, естественно, нету. Мы должны вернуть в Курилы. А кто вам их относится? Уже с первых фраз сценарий вырисовывается примерно такой. Люди, гляньте, япошки-то борзеют. Но тут неожиданно появляется царь и становится понятно, что проблем-то побольше, чем все думают. Вы сказали Крым. На очереди Аляску. А про Курилы, чтобы я больше не слышал. Крым, Курилы, Аляску. Все заберем, вещает ряженая шкалота. И что характерно, зал в экстазе. Учителя хлопают так старательно, что как бы пожарная команда не понадобилась гасить возгорание ваты. Ну а уже вечером все эти чудесные люди усядутся у телевизора и будут с негодованием смотреть вот такие вот сюжеты. Такое ощущение, что Украину готовят к тому, чтобы она воевала десятилетиями. По крайней мере, ненависть ко всему русскому сегодня целенаправленно воспитывают у детей. Слышь, Машка, вон чё хохлы с детьми творят. Совсем уже озверели. Даже в Путина никто переодеваться не хочет. Больная нация. Слава богу, наши-то не такие. Надо будет к следующему празднику костюм Моторолы забацать. Наши поступают хорошо. Ихние плохо. Наши разведчики – ихние шпионы. Наши борцы за свободу – их каратели. Просто потому, что это наши, а это ихние. С другой стороны, глядя на российского уполномоченного по правам детей Павла Астахова, возникает ощущение, что детские праздники о Курилах и Аляске – это ещё цветочки. А у вас над дебилизмом смейся тоже, люди. Совсем недавно весь мир был шокирован смертью 14 детей, утонувших во время отдыха в одном из лагерей в Карелии. Выпуск начнём с трагической новости. В Карелии этой ночью на Сиамозере погибли дети. Перевернулись лодки, на которых они отправлялись из лагеря на экскурсию. Трагедия, произошедшая там, тема для отдельного сюжета. Но вы просто послушайте, что, внимание, уполномоченный по правам детей спрашивает у выжившего в шторме ребёнка. Ну чё, как вы поплавали? Да-да, вы не ослышались. Этот Уася в пижмаке, да с красивой ксивой в кармане, зная о 14 смертях, интересуется у ребёнка, как поплавали. Ну чё, как вы поплавали? Как вы поплавали? Вот какого ответа ждал этот временный, поверенный в делах детей? Всего за один день петиция с требованием уволить Астахова собрала десятки тысяч подписей. Но как вы думаете, как отреагировал на петицию путинский чиновник? Change.org зарегистрирован в Сан-Франциско. Мы будем теперь на американских сайтах общественное мнение выражать? Слыхали, братцы? Сайты американские. Как пидать Нуланд выложила, а хохлоботы наклацали. Вы меня извините, я даже по своему инстаграму вижу, что 90% заходят с украинских сайтов, чтобы написать какую-нибудь гадость. И это ещё один приветик обществу, подсаженного на пропаганду. Ведь даже если после такого... Карелия. Новое чёрное место на карте нашей страны. 14 погибших. Ну чё, как вы поплавали? Они тоже находят руку госдепа, значит всё. Клиника. Можно сворачивать лавочку. Тем временем у Астаховских братьев по разуму из духовной Новороссии буквально те же проблемы. Опять-таки не обошлось без американцев. Последние сговорились с местными олигархами, мол, вы нам госдолг уменьшаете, а мы вам заводы-пароходы отбить помогаем. По крайней мере, это сочная версия. Всю неделю гуляет по антимайданным форумам. Нельзя на бок осмотреть. Это вопрос времени. Это вопрос времени, я согласен. А между тем, всем, кто, грубо говоря, отказался лечь под бандитов, стоит серьёзно задуматься. Начиная с самых первых программ мы говорили, что придёт время, когда воровать в Донецке будет тупо нечего. И вот тогда все и увидят настоящие танцы локтями. Этот процесс не такой быстрый, но он идёт. То, что рано или поздно дойдёт дело и до недавно священных коров, можно было и не сомневаться. Воевать за зарплату никому не интересно, а мелочь по карманам тырить как-то тоже не интересно. Здесь-то и подсуетились новороссы с чудесным законом о национализации. В ДНР принят закон о национализации. Закон объявляет собственностью ДНР всё имущество Украины на территории республики вплоть до Донецкой железной дороги, а также все предприятия, банки и организации, где Украина имела свою долю. Согласовано с государственным правовым управлением администрации главы. Его текст прост и понятен. Было ваше, стало наше. Есть правда вариант откупиться, но придётся заносить каждый месяц и чемоданами. Надобность в олигархах отпала. Закрыли въезд, потом забрали имущество, всё нормально. Что интересно, в самом Донецке многие восприняли принятие закона о национализации чуть ли не как народный праздник. Ну, наконец-то, стали народное добро возвращать. Вот теперь-то заживём. А вот почему предыдущие два года не зажили, никто как-то не задумывается. Топ-менеджеры и офицеры ГАИ Донецка переквалифицировались в барменов и извозчиков. Это выдержки о жизни в Донецке. Из статьи московского комсомольца. Ещё раз, это не у красми всё врут. Самая штунясь российское издание. На прошлых выходных закончился конфетно-букетный период в отношениях бизнеса и власти самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. И вот же чудеса. Спустя два года нищеты есть те, кто по-прежнему верит в сказки, что Захарченко не просто заберёт, но и поделится. А ведь, по сути, эта якобы национализация – это последний гвоздь в гробик с надеждами, что жизнь здесь когда-то наладится. Вопрос очень простой. Ну, окей, можно отжать завод, но с непризнанной республикой работать никто не будет. Мы стараемся предпринять ряд поправок, внести законопроекты, которые будут не улучшать, а делать более стабильным ведение бизнеса в Донецкой Народной Республике. Что делать с теми же национализированными металлургическими гигантами, если туда ни сырьё завести, ни продукцию продать? Верно. Вариант один. Нараспил. Да в Россию вывозить. Всё же просто. Отнять да поделить. Но национализация – это просто отнять. Знаете, вот Рубингуд, он богатых грабил, а бедным раздавал. А это такой Рубингуд с некоторыми отклонениями, который у богатых забрал, а про бедных забыл. Сколько людей останется без работы, даже сложно подсчитать. А вы же понимаете, что это надолго. Потому что заново в условном Янакиево или Алчевске комбинаты никто строить не будет. Это как деньги на бочку с порохом положить. Рисков слишком много. Но в русском мире есть волшебное слово «авось», которое можно считать первой главой Конституции. Вот сейчас хапанём, а там авось как-то будет. Но это тот самый случай, когда эта самая авось привычно закончится нищетой и разрухой. Субтитры создавал DimaTorzok